Энни Кубик Фотон Моно 2 Плэшка, защитная маска, шестигранники, 2 бумажные воронки для слива смолы и еще 2 шпателя, один для снятия модели с платформы, а другой для разглаживания защитной пленки. Платформа имеет очень хорошую адгезию, даже слишком хорошую, порой бывает, что нужно приложить большие усилия, чтобы отодрать модель. У ванночки, кстати, есть ножки и это очень удобно, особенно когда ты снимаешь ее с принтера, ставишь на стол и не боишься, что пленка как-то повредится. И еще есть отметка объема ванночки, причем с двух сторон, так что не нужно будет думать какая из сторон правильная, и эти отметки выпирают, поэтому их всегда будет видно. И такой мини совет, чтобы не перелить смолу, рекомендую сначала опустить платформу и только потом уже наливать. Распаковку и сборку принтера я показывал в предыдущем ролике, и там никаких трудностей не возникло. Самое главное, это было аккуратно приклеить защитную пленку к экрану, предварительно протереть экран от мелкой пыли и грязи, чтобы не возникли воздушные пузыри. Самоуправление принтером очень простое и интуитивно понятное, осуществляется оно через EFT экран. Итак, кратко по меню принтера. Печать, настройки, система. Во вкладке печать находятся наши файлы слешки для непосредственно самой печати. В системе ничего полезного нет, а вот во вкладке настройки есть несколько опций, это чистка ванночки, засветка и поднятие оси Z. Итак, для того, чтобы распечатать свою деталь на принтере, сначала нужно подготовить STL файл модели. Берем любую понравившуюся нам 3D модель, скачиваем и переносим ее в слайсер. Кстати о слайсере. Сам слайсер можно скачать с флешки, но я рекомендую скачать с официального сайта последнюю версию. Все меню воркшопа на английском, но тут нет ничего сложного. Самые главные настройки печати находятся вот здесь. Нажимаем на Gex, переходя в меню настроек печати, и здесь не так много параметров. Параметр, который отвечает за само качество напечатанных деталей, это толщина слоя. Она здесь указывается в миллиметрах. И я напомню, производители заявляют, что принтер способен печатать до 10 микрон, то есть до 0,001 миллиметра. И в зависимости от смолы, в этом параметре выставляется количество секунд засветки на слой. Подбирается он чаще всего экспериментальным путем. По сути, это те самые два параметра, которые нужно будет чаще всего менять. И теперь по самой среде. Здесь слева основные инструменты манипуляции с моделями точно так же, как и во всех других слайсеров типа Куры. Перемещение, вращение, масштабирование, зеркальность и расположение модели на платформе. Отдельно я выделю только настройку поддержек. Нажимаем на модель, потом нажимаем на поддержки. Появляется менюшка и здесь происходит настройка. Можно сразу выбрать профиль поддержек. Легкий, средний, тяжелый. Эти профили настраиваются в Mo Options. Так же, как и в Куро, можно выставить угол для поддержек. А параметр Z Lift Height отвечает за высоту между дном поддержек и самой детали. После выставления всех параметров, нажимаем сгенерировать поддержки. И вот так получается. Теперь, если нас не устраивает то, как сгенерировались поддержки, то жмакаем на мануал Эдитинг. Ну и здесь мы можем удалять лишние поддержки, ставить новые или перемещать старые. Кстати, этот ползунок отвечает только за размер точки крепления поддержки. Он нужен чисто для удобства и на саму поддержку это никак не влияет. После редактирования, нажимаем Apply и все наши параметры применились. А теперь тыкаем нарезать и ждем. У нас появляется послойная визуализация засветки. Для удобства здесь нажимаем активировать 3D вид и рядом накрывается окно модели. Если нужно что-то изменить, то нажимаем вернуться. Меняем, потом снова нарезаем. Нажимаем сохранить, сохраняем на флешку. Вставляем нашу флешку. В меню выбираем Print, находим нашу модель. Тыкаем по ней. И все, наша печать запустилась. Вставляем на флешку. После печати нужно аккуратно отсоединить деталь от платформы и иногда это бывает очень проблематично. Потом обязательно промываем деталь, я это делаю в спирите и после уже убираю все поддержки. После того как убрали все поддержки, можно будет снова протоласкать спирти. Потом можно будет подставить под дополнительную засветку. Я как и многие использую для этого ультрафиолетовую лампу для маникюра, потому что она стоит всего 500 рублей. А вот и сами примеры печати на этом принтере. Качество изумительное в сравнении с FDM, слоев не видно, модельки выглядят как литые и очень детализированные. Из недостатков я могу выделить следующее. Обязательно нужна техника безопасности во время эксплуатации 3D принтера, а конкретно средства защиты, перчатки и маска, а лучше даже респиратора, и это касается всех фотополимерников. И еще хорошо проветриваемые помещения, иначе могут возникнуть головные боли, проверено мной лично. Ну и сами материалы в среднем стоят дороже, чем на FDM принтерах. Также это касается и самих расходников, типа пленки и ванночки. После некоторых деталей на ней остаются следы, которые хоть никак не влияют на печать, но потихоньку напоминают о том, что пленка начинает изнашиваться. Кстати, за этот месяц эксплуатации у меня образовались проколы в ванночке. Эти проколы в пленке образуются, когда от деталей отпадают какие-то части, и платформа начинает их вдавливать в экран, от чего и повреждается пленка. Сама замена пленки очень простая, нужно открутить винты, вытащить старую пленку, установить новую и закрутить обратно. Ссылку на магазин, где я заказал пленку, я оставил в описании. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok У меня принтер активно печатал почти каждый день в течение месяца. И за это время я успел опробовать два вида смолы, а то не кубик и кремен. За все время работы с принтером особых трудностей у меня не возникло. Самое сложное фотополимер на печати, оно и самое неприятное, это конечно же постобработка деталей. По итогу от работы принтера я остался в полном восторге, примерно в таком же, как моя самая первая печать на FDM принтере. Только теперь меня поразило именно качество и детализация печати. За свои деньги окупил я его за 19 тысяч рублей. Это отличная машина, которая шикарно справляется с работой, как домашний настольный 3D принтер это идеальный вариант. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok